Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро! Всем шалом, бонжур, хелло! Прямо я чувствую себя как в студии. Еще мне нужен третий телефон для того, чтобы было одновременно в ютюбе. Сейчас у нас идет прямо трансляция и в фейсбуке, и в инстаграме. Всем шалом в инстаграме, шалом в фейсбуке. И будет еще третий телефон, я думаю, стоять. Будет идти прямая трансляция в ютюбе. И тогда полностью мы охватим весь, весь охватим главные соцсети. И утром с 10 до 10.20 все люди, кому важно узнать про Бога и стать мудрее, лучше, чище, сильнее. Значит, все смогут спокойненько присоединяться к нашей трансляции и изучать Тору. Изучать Тору. Изучать Тора это учение, которое Машер Абейну, Моисей, его называют в европейской транскрипции. Роман Гольман, шалом. Рома, каждый день тебя вспоминаю. Вот. И Машер Абейну, пророк всех пророков, поднялся и получил Тору вот это вот учение, знание, которое Бог им сотворял мир. И вот мы сейчас изучаем это. Сегодня уже где-то 600 какой-то урок. Так что с Божьей помощью мы через... С помощью царя Соломона мы присоединяемся к Богу. Все. Значит, мы сейчас находимся в очень сложной части. Для меня одна из самых сложнейших частей Мишлей. Потому что здесь царь Соломон рассказывал о важных таких вещах на примере царей. А мы царя... Вот я лично... Ну, английская королева, она условный такой царь. Она как бы... Ну, такой, как демоверсия царя. Знаете, такая, как... Вроде витрина есть, но это не царь, английская королева. Вот на царя больше похож, например, в современном мире... Ну, вот был Хусейн, например, да, Саддам Хусейн. Это был царь. Он одним решением мог вот просто человека уничтожить, страну. Даже вот Владимир Владимирович, он не царь. То есть он все-таки народ, демократия, СМИ, ну и так далее. Царь это абсолютный монарх, абсолютный властитель, которому подчиняется в его стране все. Понимаете? Вот это царь. И царь Соломон объясняет сейчас мудрость на примере вот царей. Давайте посмотрим. Значит, прошлый отрывок мы изучили, что мерзость для царей делает злодейство, потому что только в милосердии и справедливости утверждается престол. И мы посмотрели действительно, что стало потом с Аддамом Хусейном, который правил через зло, который правил через уничтожение людей и так далее. Его повесили. Теперь дальше. Дальше тринадцатый отрывок. Рацион влахим севтей цедек. Ведувер и шарим и ея. Дословно переводится так. Рацион влахим. Рацион это желание, благоволение царей, уста правдивые. Ведувер и шарим будет любим. Значит, тот, кто говорит прямо, он любит. Значит, еще раз, мир, вот этот, все мироздание, да, оно построено по какой модели? Есть создатель, творец, он установил законы, по которым работает все мироздание. Это называется тоже он же, Элоким, всесильный, всесильный бог. Это все духовная сфера. Она как бы, это как, вот, когда мы смотрим фильм на экране, то этот фильм, это не фильм, это ноль и те единички, которые, вот, если программист, он, он изнутри как бы видит то, что мы видим на экране, то там все какими-то закорючками, кодами и так далее. Так вот, духовный мир, он, это как внутренняя, как сказать, структура, которая потом отражается в материальном мире. То есть, это тоже понятно. Понятно. Царь, бог, это, это он всесильный, он установил всю эту систему, и он может ее менять. Вся система работает по жестким законам, которые он установил. Понятно. Теперь, наш материальный мир, это отражение мира духовного. И здесь, когда была царская власть, то царь, он, он, это как бы метафора такая, что мы видели царя и понимали, вот всесильный царь, а вот бог, бог царь царей, он управляет всем мирозданием. А вот царь, который на определенной части сужи, он тоже как бог, он как бы всесильный, он управляет вот этой частью жизни людей. Тоже понятно. Теперь, если этот царь идет не по божественным заповедям, если этот царь, он идет, и для него главное это не служить Богу, и он забыл, кто его поставил на власть, то его престол не устоит. То есть, его сносили царей. Я взял специально вот сегодня в описании уроков, я нашел в Википедии такая статья, называется «Цари-убийцы». И посмотрел, значит, царем быть очень опасно, это такая опасная работа, царей просто их вот так вот пачками, целыми семьями вырезали, убивали, там и так далее. У них очень такая тяжелая жизнь. Теперь говорит нам 13-й отрывок, что когда царь судит по то, что называется, значит, рацион влахим севтей цедок. Есть цедок, это справедливость, то есть бог установил законы. Вот, например, бог установил законы, что человек, который умышленно убил другого человека, его надо убить. Все, это как бы бог установил. То есть, ты задумал забрать жизнь у другого, значит, точно так же мера за меру должны убить тебя. А если человек убил неумышленно, а если человек убил неумышленно, это другое. То есть, здесь совершенно какие-то действуют другие законы. Понятно, да? Теперь, ну есть, есть такое понятие, как действовать по закону, а есть такое понятие, как действовать в Торе, прям есть, с Лифним и Шурат один. И действовать больше, чем от тебя требует закон. Можно идти в более мягкую сторону. Можно быть в мягкую сторону, можно идти в жесткую сторону. Теперь, когда царь идет по закону, это хорошо, это нормально. То есть, главное, кстати, интересно, вы знаете, есть семь заповедей для потомков Ноаха. Когда Ной после потопа вышел из Ковчега, бог ему дал семь законов для всего человечества. И там была только одна повелевающая заповедь из семи, и она звучала так. Так, делайте суд справедливый. То есть, бог сказал так, что в мире должно быть все честно, справедливо, закон один для всех. Все. И это самое главное правило, по которому, вот можно посмотреть, эта страна, она честная или нет. Насколько в этой стране закон равен для всех? Насколько соблюдается закон для всех? Это очень важно. И те страны, в которых выполняется эта заповедь, да, чтобы был закон один для всех, они процветают. Те страны, в которых закона нет, они не выполняют главную заповедь, и они обычно, эти страны, они бедствуют, и в них, ну, все вот так вот бурлит, тепит. Потому что, если нет структуры, если нет закона, то тогда разрушается и страна, и семья, и сам человек. Если у человека все, там, можно, нельзя, сегодня, завтра, делать, не делать. То есть, если у человека нет четкой, конкретной системы, по которой он живет, то вся его жизнь будет вот такая вот, разболтанная, раскрыстанная. Теперь, если я правильно понял объяснение комментаторов на 13-й отрывок, что когда цари судят по закону, это хорошо, это бог к этому благоволит. Но когда они судят больше, чем закон, что имеется в виду, мягче, чем закон, например, царь Соломон, почему он вошел в историю? Три тысячи лет мы изучаем его, его слова, его мысли. Его царь, его отец, царь Давид, он воевал. Царь Соломон говорит, нет, а я не буду воевать. Да, мы должны сделать так, чтобы все служили Богу. Должны, должны, но это можно сделать или через войну, как делал отец царь Давид, или это можно делать через мудрость, через мягкость, но система была одна и та же. Одна и та же система, но можно к ней идти или через жесткость, или через мягкость. Значит, те, которые в Эдувер, Ешарим, ЕАЭФ, то есть тот, кто идет, та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть это очень такой принцип, если его поймать вот в своем взаимоотношении с миром, с людьми, тогда жизнь меняется кардинально. То есть когда ты понимаешь, что весь мир и все люди, это отражение твоего к ним отношения, в этот момент тебе очень легко регулировать ту реальность, в которой ты находишься. То есть если ты начинаешь судить мир с хорошей стороны, вот Дэн Дубравин, специалист в эмоциональном интеллекте, он знает, что главное человеку, это изменить свой внутренний мир. Если ты внутри благодарный, счастливый, если у тебя добрый глаз, если ты наполнен радостью и так далее, то мир вокруг тебя начинает меняться, кардинально начинает меняться. Если ты внутри с претензией, если ты внутри недоволен, если тебе внутри не хватает, если ты судишь всех строго, почему не сделал, почему не сделал, почему не сделал, они тебе все скажут до единого, почему я не сделал, у меня есть объяснение. Мы раньше учили, что каждый человек, Захбейнав, его путь чистый в его глазах. И когда ты кому-то делаешь замечание, ты должен понимать конкретно, то, как он живет, он думает, что это правильно. И когда ты пытаешься его критиковать, изменять, наезжать, то ты вызываешь точно такую же реакцию на себя. Однозначно и всегда. Хорошо, это был 13-й отрывок, вот сложноватый, про царей как-то не очень понятно. Теперь 14-й отрывок. Хамад Мелых Малхэ Мавет. Значит, гнев царя, ангелы смерти, дословно переводится. Ваиш Хахам и Хапрена. И человек мудрец, он искупит. Я вчера говорил про этот отрывок, значит, как это работает. Вот есть Бог, создатель мира, он любит мир, он поэтому сделал добро, хотел дать добро миру, но хотел дать добро в квадрате. Он хотел, чтобы люди не просто получали, как иждивенцы, чтобы они это добро заработали. Это очень важный подход такой, который тоже понятен. Бог хотел дать человечеству и людям добро, но он сказал, вот методы, чтобы вы его заработали, вам приятнее же будет. Не просто получить подачку, а именно заработать через преодоление своей животной природы, через выполнение заповедей, через внутренний выбор. Игра такая. Теперь, если... И Бог установил правила игры, и Он сказал, что если ты идешь по правилам, значит, все отлично. Если ты нарушаешь правила, то это не наказание, это следствие. Следствие нарушения правил идет отдача. То, что называется... Нарушение правил называется грех, отдача называется страдание и неприятности. Теперь, хамат мелых, малкей малет. Значит, когда Бог начинает гневаться, тогда возникают ангелы смерти. А когда Бог начинает гневаться? Когда человек начинает гневаться? Вот тут очень интересно, что мы внутри создаем ту реальность, которая потом к нам же возвращается. И когда человек начинает гневаться на других, на мир, на себя, на жизнь и так далее, он создает, и плюс он нарушает божественные правила, он создает ту реальность, которая называется Бог гневается. Причем Бог больше всего гневается и любит, и гневается и так далее, то есть на еврейский народ. Почему? Потому что он специально пообещал Аврааму Ицкаку Якову, что его потомство будет народ священников, то есть его потомство будут священники, и он специально евреев завел в египетское рабство, в такой прессинг, что просто, чтобы никто не завидовал. То есть никто не должен завидовать, потому что цена, которую евреи заплатили, это было огромное столетие, было 210 лет египетского рабства, тяжелевшего, вообще страшного. Потом евреи вышли, он им показал, дал Тору, 40 лет в пустыне тренинг, и вот вы, народ священников, должны соблюдать. Понятно? Понятно. Что сказали евреи на Севенишма? Сделаем, потом разберемся, все полностью, мы преданные Богу. И когда евреи нарушают те заповеди, по которым они поклялись, что они будут их соблюдать, а еврейский народ конкретно поклялся у горы Синай, сказали на Севенишма, будем соблюдать, все сделаем, то это вызывает нарушение заповедей. У евреев есть 248 повелевающих заповедей и 365 запрещающих заповедей. Поэтому есть больше возможности служить Богу, и есть больше обязанностей и наказаний за то, что ты нарушаешь. И получается, когда идет нарушение вот этих заповедей, включается наверху гнев царя. А когда включается гнев царя, это как бы так понятно тем, кто жили тогда, возникают ангелы смерти. Кто-то те ангелы смерти, это те силы в духовном мире, те силы в духовном мире, которые приводят в мире материальном к эпидемиям, к войнам, к несчастьям и так далее. То есть к негативным периодам в материальном мире. И когда Бог гневается, тогда возникают вот эти вот эпидемии. Засухи, эпидемии, голод там и так далее. Вы ишь хахам и хапрена. И человек хахам, который знает, как это работает, он искупает. Значит, как это было? Помните, было как раз, когда евреи вышли из Египта, и там был такой момент, когда уже подошли к земле Израиля. И написано, что начали грешить сыны Израиля. Как они начали грешить? Был пророк-злодей по имени Белям. И этот Белям, он когда его наняли, чтобы он проклял еврестий народ, он пытался проклясть еврестий народ. Его нанял царь Мавитян Балак, он его нанял. Белям ему говорит, я пророк, то есть я хочу проклясть, он был пророк-злодей. Но я все равно пророк, я должен делать то, что Бог скажет. И он пытался проклясть еврестий народ, а вместо проклятия выходили у него пророчества благословения. И тогда этот Балак ему говорит, я же тебя позвал проклясть, а ты благословляешь. И Белям тогда говорит, послушай, не могу проклясть того, кого благословил Бог. Не работает. Но, если ты хочешь евреев победить, то ты должен сделать так, чтобы они согрешили перед Богом, чтобы Бог на них разгневался. И тогда все будет отлично. Тогда можно будет их проклясть и взять голыми руками. И он посоветовал, Белям этот посоветовал Балаку, чтобы начали совращать, чтобы если евреи начнут заниматься развратом и служить идолам, тогда Бог на них разгневается и тогда, значит, можно будет их проклясть. Хорошо, майвитяне и медянитяне, кочевой народ, они взяли девушек специальных, своих женщин, девушек и договорились, что они будут совращать евреев. Евреи после 40 лет в пустыне, такие святые раввины, да, такие, они все были святые и шиботники. Они не знали, что делать, а там было все запланировано. Значит, было такое, как ярмарка Мавицко-Израильской дружбы. Шатры, они как раз 40 лет были в пустыне, и тут такие шатры им предлагают льняную одежду, какие-то фрукты, овощи. Они подходят такие незаметно. Ну, а что у вас есть и так далее. Снаружи шатра, это все в Талмуде рассказывается, снаружи шатра стояла продавщица пожилая женщина, такая скромно выглядящая. И они поэтому не боялись. И эта пожилая продавщица говорит, заходи в шатер, в шатре тенечек, и, значит, там лучше товар лежит. Заходили они в шатер, в шатре она ему говорит, жарко на улице, вот тебе вина стаканчик. И они, значит, выбил стакан вина холодненького, а в шатре уже сидит молодая продавщица. Он еще один стаканчик вина холодненького. О, почти. Эта молодая продавщица ему кажется вообще просто красавицей. И он начинает к ней приставать, или она к нему, не помню как было. И в тот момент, когда он уже не в состоянии себя контролировать, у него уже включилась его вот эта животная натура, она ему говорит, нет, говорит, пока ты не послужишь идолом, не значит, да, ничего не будет. И они начинали говорить, а как служить идолом? А служение идолом это было, вот как раз написала, Ирина написала, она знает эту историю. Такое было служение идолом, то есть оно было связано, я даже не буду сейчас рассказывать, в общем, очень странно выглядело это служение идолом. И они думали, ну что, какая разница вообще, разве это что-то меняет? И они начинали служить идолом. И с каждым разом они становились все более наглые, наглые, наглые. И делали это уже публично. Это было колено Шимона, которое стояло с краю, возле, как раз они с краю стояли возле Мавитяр. И Бог начал гневаться, и началась эпидемия. Но тут был Пинхас. Пинхас это был внук, внук Аарона Коэна. И Пинхас, в общем, он взял Изимри, это был глава колена Шимона, который уже привел себе в шатер, привел эту девушку, Мавитянку. И он их обоих убил копьем. Он убил копьем, и в этот момент прекратилась эпидемия. И Бог сказал, что если бы не Пинхас, я бы уничтожил эпидемию весь и вредный народ. Но он мой гнев убрал. И это то, что здесь написано, в Иш-Хахам и Хапрена. То есть человек-мудрец, он искупил гнев, искупил гнев Всевышнего за Косби, это звали девушку, правильно? Косби звали девушку. Марк говорит, молодец, Пинхас. Ну, в общем, это была сложная ситуация. Как в нашем мире работает человек-мудрец, как искупает этот грех поколения, мы не знаем. Мы не знаем, мы знаем, что мир существует. Мы знаем, что баланс между добром и злом, он глобально все равно пока на стороне добра. Поэтому мир существует. Потому что если бы большинство людей были злодеями, то мир бы разрушился. То есть мир может существовать только на добре, на законе, на честности. И если бы этого не было, то мир бы превратился бы в одну большую тюрьму, в джунгли, где люди съедают друг друга живьем. То есть, в принципе, то, как мир сейчас существует, есть перекосы, да? Полицейские, они больше силы применили, задерживая преступника потенциального. Да, и он умер. Бывает. Теперь десятки тысяч преступников грабят магазины целыми днями в знак протеста. Это же еще хуже. Но глобально все равно мир существует и мир стоит на законе. И зачинщиков арестуют, полицейского посадят и так далее. То все равно есть, за любое зло есть последствия. И оно обязательно придет. То есть, последствия за зло обязательно приходят рано или поздно, и мы должны это знать. И большинство людей все время колеблется. Делать добро, делать зло, делать добро, делать зло. И они смотрят вокруг, и мы должны знать конкретно. За зло всегда есть наказание. Теперь, есть очевидно сейчас какие-то мудрые люди, которые искупают грехи всего поколения. Иначе бы эти бы ангелы смерти, которые возникают от днева царя, они бы мир разрушили. Хорошо. Теперь, последнее на сегодня... А, нет, уже все. Или, ладно, давайте закончим. 15-й отрывок заканчивает уже вот эту тему с царями непонятную. И мы перейдем опять к психологии. Значит, Когда идет свет, как бы дословно, в свете лица царя, жизнь, И когда он благоволит, царь имеется в виду Бог, это как весенний дождь. Значит, что имеется в виду? Вот есть на небе, есть некая реальность. Вот есть некая реальность, которая идет на землю. Вот была, например, Первая мировая война. Это как бы свинцовые тучи накрыли мир, и в течение там нескольких лет было убито 20 миллионов человек. Потом, значит, эта свинцовая туча уходит, начинается рост, прогресс, развитие там и так далее. Теперь дальше. Дальше идет... Опять люди не поняли, что нельзя делать зло, и продолжают делать зло, и находят вторая туча, огромная-огромная туча, находит Вторая мировая война. 80 миллионов человек убито. Мы сейчас рассуждаем, убили одного Флойда. Убили, там авария страшная. Артист Ефремов убил, убил вот этого неосознанно, неумышленно убил, сделал аварию. Страшная вещь, эпидемия коронавирусов, которая умерла 400 тысяч человек. Из них большая часть возрасте старше 80 лет, 80 процентов старше 80 лет. До недавнего времени средняя продолжительная жизнь на Земле была 60 лет. А умерли в основном те, кому за 80. И мы... Вау, это такие цифры, это страшно. Была во Второй мировой войне 70 лет назад убито 80 миллионов человек. Представьте цифры. Были убиты, а сколько было покалечено, раненых и так далее. И вот здесь написано так, что когда царь гневается, когда Бог гневается, идут ангелы смерти. И в мире просто творятся страшные вещи. Когда человек, человек хахам, он искупает этот грех мира, тогда, и мы переходим в 15 отрывок, тогда свет лица царя, от Бога идет свет, и который называется жизнь. Мир накрывает светом и жизнью, и его благоволение, как весенний дождик. Что такое весенний дождик? Была засуха, не было воды, вся земля ждет воду, и тут такой мягкий дождик. Не ливень такой, а мягкий дождик, который всему дает, очень мягко, дает материальному миру благословение. И вот тут сейчас стало мне понятно, что вот этот иш-хахам, который должен искупить, искупить и убирать ангела в смерти, может человек мудрым быть каждый из нас. И когда ты поучил Тору, когда ты начинаешь делать добро, когда ты не пьешь, я, например, для себя решил, вот я сегодня хочу с этим выступить, я решил перестать пить алкоголь. То есть для меня то, что произошло, вот был хороший человек, Ефремов, артист и так далее, и алкоголь стал причиной смерти человека, и он будет, я думаю, что его посадят. И представьте, что может алкоголь сделать. Я, например, решил после этого случая, для меня это тридер, перестать пить алкоголь. И очень на меня это повлияло вот в этом направлении. И каждый из нас должен, весь окружающий мир и все идеологии, уроки, Тора и так далее, это все только информация, которая позволяет каждому из нас внутри принимать правильные решения. И вот нужно сесть и подумать, я буду тем, тем человеком, который вызывает гнев царя, или я буду тем человеком, который вызывает вот это вот благоволение царя, царей, Бога и спасу мир. Причем интересно, что мы должны каждый себя рассматривать, что каждое действие, оно как чаша весов, которая может в личной жизни сработать, сработать или в плюс, или в минус. И каждый должен себя рассматривать как человека, который каждое действие может спасти мир. И это очень важно вот в данной ситуации, то есть если мы сейчас 280 человек, сегодня каждый сделает по 10 добрых дел, то это будет 2800 добрых дел, которые запустят цепную реакцию, которая сделает 28000 добрых дел. Представьте, и каждый может запустить вот эту вот цепную реакцию, делая добро, помогая людям, делая, ну, улыбаясь и так далее. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, и я желаю всем, чтобы мы вызвали от царя, царей, от Бога благоволение на себя и на мир. Все, удачи, успехов, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok